привет друзья мы с вами находимся в заповеднике я горлык и задача нашего сегодняшнего путешествия это не заблудиться в тумане как вы видите ну вообще цель у нас была изначально другая николай предложил пройти в заповеднике я горлык не совсем традиционной тропой да не совсем туристической или забытой туристической тропой ну так скажем это экологическая тропа у нас была включена в буклеты в принципе в план заповедника но эта тропа сейчас заросшая она есть но мы ее будем искать потому что около семи лет на этой тропе как бы не было ни одного посетителя то есть мы можем там встретить кого-то из животных если там давно не было людей то там могли уже бегать животное обязательно это заповедник и тут очень много зверей хорошо вот наша лодочка давайте будем вычерпывать вычерпывать сначала да жаль это была твоя работа вышли мы из родной гавани плотный такой туманчик но николай горит что он видел туманы и поплотнее на не горлыком и интересно что потеряли из виду уже родную гавань до пристань но обрели новый берег потому что теперь уже как-то поспокойнее потому что был какой-то момент когда мы были на середине воды и не было видно вообще ничего ну хорошо что коля знает эти места как свои пять пальцев мне кажется он скорее в квартире где-нибудь сейчас заблудится чем здесь в и горлыке именно так мы сейчас должны коля выйти так понимаю напротив вышки до наблюдательной да мы выходим против смотровой вышки там чуть пройдемся и там будет хорошая позиция дождь по фото охотиться там проходит тропы косой кабанов фазаны зайцы там выбегают ну будем надеяться что что-то увидим но если бы мы шли пешком этот маршрут а мы бы с вами потеряли минут 40 до часу по такой погоде по такому туману потому что шли бы по берегу по кругу и это было бы долго грязно и не очень но нам и так сегодня наверное будет предстоит долго и грязно походим походим вот самое интересное что вокруг очень много летает птиц сейчас уже они собираются уже морозики были да они уже собираются на перелет вот и вокруг такие силуэты там один-два-три стайка такая небольшая летает и очень интересно туман 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 такой силуэт вынурнул пролетел над тобой крякнул пару раз и полетел по своим делам до водоем уже замерзают на севере поэтому уже и сегодня водноболотные птицы стремятся уже немножко южнее там где еще осталось вода открытая и горлыке в том числе есть незамерзающие участки и стаи до 5000 особей кряк вы тут наблюдаются и птицы прекрасно знают что здесь их никто не тронет не обидит и сфотографируют только сфотографируют могут покормить и как к этому сделать гнездо до крайнем случае ну дальше нам нужно будет двигаться чуть потише чтобы если мы хотим кого-то все-таки снять увидеть надо будет перемещаться потише судьи по сломанным веткам ты здесь не пирата я говорил что будет просто посмотрите аккуратно сверху ветки чтобы не зацепиться теперь за дерево надо да да если чуть-чуть загружаемся и будем дальше уже пешочком но мы срезали очень хорошо мы только вышли на берег а уже красиво здесь какой-нибудь поэт или человек который умеет высказывать чувства стихами уже бы наверняка что-то сказал написал потому что посмотрите как красиво боярышник как будто красные бусы лебеди полетели или это гуси бакланы бакланы такой эрнитолог красные бусы боярышника перепелись с жемчугом воды посмотрите какие капельки очень красивые попробуем сделать час макросъемку мы вышли на экологическую тропу буквально две недели назад делали ревизию и сделали такую вот разметку то есть если туристы которые посещают заповедник вышли посмотреть окрестности они идут по этим меткам они хорошо заметны и значит они идут верно вот нам сейчас вот в сторону вышки это красот фрагмент экологической тропы вот так вот обозначен это друзья наша цель номер один говорим мы шепотом так будет большинство времени программы ну потому что мы не хотим спугнуть хоть кого-то снять хоть кого-то увидеть поэтому сделайте телевизор чуть погромче цель номер один это вышка наблюдательная с ее высоты мы так поднялись на такой значительный холм с ее высоты видны все окрестности практически все окрестностей горлыка то есть это она нужна и для работы и для туристов которые сюда приходят есть очень красиво сейчас попробуем что-нибудь обозреть не зря пришли вот фламинго красивые ну там забавно жираф погнал льва хотя должно быть наоборот же по идее да не ешь больше эти конфеты конфеты не врать да эти ягоды не но если без шуток друзья то здесь действительно очень красиво именно с этой вышки видна вся акватория почти вся акватория и горлока и если бы сейчас не было тумана мы увидели бы очень много птиц как минимум очень много водоплавающих которые собираются для следующего полета коля дальше куда мы пойдем и здесь кроме того что проходит экологическая тропа для людей тут еще пересекается множество зеленых троп то есть здесь так выдающийся мысок леса получается в винограднике и звери чтобы срезать расстояние не по лесу а по такой нормальной утоптанной тропинке они идут вдоль виноградника и вот сейчас мы туда немножко пройдемся тут и косуля меня облавила и кабан на меня пытался напасть как бы тут очень такое хорошее место для наблюдений за живности на тебя пытались напасть косуля и кабан а ягоды неправильные ем я да бывает каждому свое пойдемте посмотрим вдруг нам повезет ну немножко туман чуть-чуть он как будто рассеиваться чуть-чуть но мне кажется судим плотный прям целый день мы вышли на контрольную точку здесь получается вдоль виноградников начинается полоса леса и горлыка и тут уже видите копался кабанчик переворошил здесь все что-то искал вкусненько вот вот видно копытца и вот выданка видно тоже копытца вон копытца вон копытца я не берусь сказать за размер этого кабанчика и не беру сказать за свежесть этого пережитого но николай несколько своих потрясающих снимков животных снял именно вот по этой длине животные выходят сюда на простор такие осторожненько почуяли что-то носом и шмык назад в лес может быть нам повезет нужно просидеть зачатую в засаде час полчаса 40 минут не знаю может и никто не выйдет на удачу сейчас посмотрим помните как фильме в пойдут одни старики когда задали вопрос что самое сложное в нашей профессии ну кто-то сказал что найти там детали для запасного самолета ну и правильный ответ был самое сложное в нашей профессии ждать да вот мы и сидим и ждем причем сейчас абсолютно не постановочная такая фото охота мы действительно надеемся что кто-то к нам выйдет николай надел дальнофокусную оптику вот и этим фотоаппаратом вот этой бандурой он добьет если кто-то если что-то да будет нам а у меня есть камера с очень хорошим цифровым зумом я надеюсь что на кого-то выцепит из этого плотного тумана главное нужно усидчиво сейчас вырабатывать сколько 30 40 30 40 минут полной тишины посмотрите пока мультики они не переключайтесь в этом засадном месте нам не очень повезло к нам никто не вышел ну как кал николай звери в тумане не очень гуляют если звери не идут к нам значит мы пойдем в урочище где они живут но для того чтобы вы нам поверили что действительно на этой просеке кто-то обитает и сюда сильно кто-то выходит вот она позади меня в длину ее мы просматривали мы вам покажем несколько фотографий которые были сделаны николаем в разное время вот прямо на этой дистанции а пока пойдем дальше на новую точку до того как мы пришли может быть даже ночью или ранним утром проходили кабанчики вот тут вот небольшой такой прошел и до что след свежий свежим потом скользил да вот проскальзывал вот один следок вот другой вот чем отличаются следы кабанчика у них идут копытца вперед и маленькая копытца отпечатывается еще сзади противоскольжение цепляется сзади на вот упустили такое небольшое стадо видать здесь было все таки стада да вот и крупный след он тут прямо хороший пятачок был ну да судя по тому как он продавил землю да тут и покрупнее были ребята и неренькие прямо в направлении нашей засады но раньше обидно но они могут это прятаться в этом ротче да 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 они вот именно урочище литвино называется вот мы идем в самый дальний край урочище называется ласточкин хвост ну попробуем там испытать удачу вдруг повезет руку то с ним идемте я тут для себя открыл карты пытаюсь сориентироваться где мы вообще находимся коля тут идет как у себя дома закрытыми глазами сейчас попробую вам показать так вот у нас гаяны акватория заповедника я горлык мы с поднялись вот от этого мысика от этого мысика вот сюда прошли там сидели в засаде и теперь нам нужно пройти сюда к леску пересечь его и вот тут вот это место видите называется ласточкин хвост как вилка такая вилка для рыбы вот нам нужно сейчас мы выше поднимемся и по этой тропиночке спустимся в это урочище литвино вот наша конечная цель маршрута вполне возможно что все зверята сидят там в этом урочище и ждут когда мы к ним придем когда на улице сыра туман вы тоже дома знаете включили телевизор и пьете теплый чай и никуда не хотите ходить такие кабанчики уже виднеется лес сейчас зайдем на территорию где должны обитать уже дикие животные и там может быть кто-то уже быть и поэтому идем тихо и говорим тихо тихо все готовы чемпионат по метанию грязи объявляю открытым первый начинает николай и дальше кто дальше кто больше только тёрн не запачкал сразу заявка на рекорд ну давай сапог чтоб не слетел еще с вымахом на коленда чашечка выскочит у тебя дальше у меня выше 1111 но пока побеждают кабаны просто гигантский тёрн не мог пройти мимо невероятных размеров просто вообще мини яблоко сладкий очень вкусный немножко объедим зверят раз они нам не показываются для снимка мы их немножко объедим там такое бы в огороде посадить оставим зверя там учета нам пока на камеру не попалась ни одно животное не кабанчик не косули не белочка не зайчик не ежик вообще никто но присутствие зверей очень много вот только что коля сказал идите ближе ко мне не отставайте потому что только что вот мелькнула в кустах косуля то есть можно было чисто теоретически вскинуть быстро камеру или фотоаппарат и снять это все дело присутствие зверей здесь очень много вот там по деревом кабанут как будто только вот минуту назад все перерыл прям свежие видно что земля еще только взрыв взрыхлённая пушистая она даже еще не осела толком вот мы идемте все вместе друг действительно получится кого-то снять сейчас подойдем там три дерева с них будет и вниз обзор и сюда обзор там тусунь закопать слышал не слышал я я бы хочу укол капиталя не слышал Коля нашел как ему кажется идеальное место для фото ловушки очень хорошо проклятывается ручей мы здесь сейчас находимся в урочище которое называется урочище литвино местные говорят что здесь когда-то давным давно прятался некий разбойник по фамилии литвин вполне возможно что это была не фамилия его национальность из прибалтики человек был поэтому может быть звали так литвин но в любом случае сейчас несмотря на то что есть вода не жарко звери птицы все равно приходит на водопой поэтому вот тут вот максимально проглядываться тем более коля здесь слышал кабанчика который где-то здесь хрюкал буквально вот поэтому вполне возможно что ловушка повисит здесь двое суток и кто-то попадется сюда и здесь так живописненько прям красиво в ту сторону прям очень коля у нас кто-то впадает спячку в нашем регионе да в нашем регионе впадает спячку барсук падает спячку суслик соня есть такие животные это летучие мышки они это грызуны родственники там белок хомяков называется соня потому что она очень любит поспать как и мы в принципе зимний период то есть их ожидать на фото ловушки уже не стоит да скорее всего скорее всего попадется лисичка какая-то габанчик или косуля габанчик косуля да это вот высока вероятность этих животных а вот так выглядит тайная жизнь диких животных игр лыке их много на камеру фотоловушки попалась лиса целая семья диких кабанов и барсук кстати большой вопрос почему он до сих пор не спит вот здесь маленькие мои следопыты интересная деталь кабанчик отметил себя смотрите идет мох-мох-мох-мох-мох-мох то есть ну так вот ходил здесь кругами это у него такой спа-центр здесь да там у него небольшая песочник и причем вот все вот эти вот деревья как он дальше тоже такой-то кабан-одиночка знаешь такой холостяк а может целое стадо такое а может быть целое стадо здесь прошло да и каждый терся возле своего дерева люблю животные здесь есть но мы настроим и шумные они убегают символ заповедника дуб пушистый здесь прямо видно как он раскалывает скалы под собой то есть насколько сильное дерево борясь за жизнь он способен даже вот такие вот плотные известняки из которых мы дома строим расколоть своими корнями вот цепиться за это место так скажем под солнцем и расти дальше интересно что дуб пушистый очень долго растет то есть этому дубу вполне возможно что более 200 лет вот по объему хоть он не кажется такой огромный как у нас вот тениковые дубы но вполне возможно что больше двух сотен лет здесь мы поставим еще фотоловушку потому что желуди которые падают с этого дуба и привлекают различных птиц животных я вижу там кабаны внизу перерыли все искали желуди да 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 и тут думаю тоже тут будет и кадр был пропаган да красивый такой и полезным что-то интересное с ними такое глухое место может даже лесной кот бы здесь ну давайте никого проверим удачу мы вам обещали показать сегодня живых диких животных которые обитают здесь соприкадники крылок по хотя бы кого-то живых пока не получается вот пожалуйста челюсть кабана характерные клыки зубы такими мощные прям прям мощные мощные не знаю кто был его врагом ну волк наверное вот такая находка здесь тоже встречается здесь своя жизнь кипит своя цепочка пищевая поэтому такие находки тоже здесь есть я горлоке нужно быть готовым встретить если вы идете куда-то в дальнее урочище коля сколько ему лет было молодой город и молодой лет отстал от стада и волки догнали ну идемте дальше ну вот мы вышли на главную туристическую тропу та которая была отмечена метками в самом начале да 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 сейчас наша задача добраться до лодки ну прошли мы так хорошо хорошо и это экскурсионная тропа все-таки уже не экскурсионная эта тропа все-таки уже для изучения фауны то есть она заросла туристам тут не совсем будет удобно не совсем не сладко будет потому что там действительно нужна очень хорошая обувь и велика вероятность окунуться окунуться когда-нибудь да тем более сейчас когда грязь лучше уже пойти такое более сухое место или прогуляться по тропе которая ну почищена где поменьше болота воды камней и так далее а сейчас нам нужно идти к лодке потому что дело сделано фото ловушку поставим да темнеет очень быстро идемте ну что вы понимали темнеет настолько быстро что как будто по щелчку пальца вот так раз я же говорил свет очень быстро пропадет буквально по щелчку пальца мы не успели пройти буквально метров 10 15-20 ну 100 но километр ну и быстро стемнело просто кто-то взял и нажал на рубильник и выключил на весь свет птицы ложатся спать звери ложатся спать мы так никого толком не увидели были силуэты но было интересно мы прошли одной самых сложных троп здесь в заповеднике я горлык а у николая приключение даже еще не закончилось ему еще нужно отвезти нас домой и как можно быстрее потому что сейчас кроме тумана еще и темно ну а вам мы желаем теплой уютной зимы несмотря на всю слякоть видите можно путешествовать и в такую погоду просто выбирайте себе маршруты попроще обувь поудобнее и надежных товарищей как у меня николя так вам гребется замечательно замечательно гребите спасибо всем пока ну